всем здравствуйте вот конец июня пришел быстро пролетел месяц с вами надежда и это карелия мой сад в природном стиле и вот что на данный момент у меня цветет карелия приравнена к районам крайнего севера поэтому мы запаздываем от средней полосы где-то приблизительно недели наверно на 2 вот вот эта зона как я уже говорил она уже поднялась и здесь в основу флоксы вот видно да вот например здесь как микроклимат даже участка влияет на растение здесь вот как мы видим пионы еще совершенно не расцвели они только-только набирают бутона америкария вот так вот и василисник полный в окрасе еще не облетел здесь я немножечко покажу просто потому что здесь еще мало что цветет и поэтому показывать в принципе особенно нечего так вот я очень люблю розу но сами понимаете розы у нас не очень хорошо себя чувствует так как так когда у нас холоднее многих регионов тут не надо сравнивать четвертую зону например новгород и даже москва и нашу четвертую зону у нас здесь намного все сложнее вот там вот видите розу очень медленно растут шалфей туда как я уже говорила сад мы в природном стиле сейчас это небольшой такой обзор конец июня вот мы розочки не розочки шиповник на штампе набирает цвет ну вот ромашки я отпускаю их процвести доцветает вот такой маленький как я уже показывала василесничек средний это не маленький децентра цветет все лето она конечно расползается но цветет она все лето я ее так подрубаю немножко она умница конечно хороший такой цветочек это котовничек такой еще только-только начинают ну вот здесь видите как розы они еще только-только набирают бутона это вот в этой облетает видите как калина бульденеш вот интересно в этом году практически ее не поела тлят а у нас было очень очень сухо и и жарко это жарко в этом году как никогда сейчас возвращается лето в свои рамки будет около 20 и и ночи похолоднее но ладно вот это так вот здесь вот такая начинает буквица растения плотно плотно я уже рассказывала почему это скала и поэтому это так вот такой барбарис вот там вот там я посадила как говорила два княжика и будет закрыта эта стена по той стене чугушник цветет очень даже хорошо такие вот тут дела княжик этот молоденький отцвел сейчас должен завязать семена ну что мы посмотрим с этой стороны такой небольшой сказать вот тут у меня розочки это вот единственная розочка такая цветет нет вот еще начала вот таким простеньким цветочком вот там вот герань которую я очень люблю герани немного и вот я покажу как выглядит с этой стороны вот так вот так пойдемте пройдем дальше на растение выращивать как я говорила это сложно в наших условиях но я пытаюсь черенковать и и размножать семенами и это намного как бы лучше они у меня живут ну вот здесь вот это хохлатка голубая голубенькая такая вот еще пальчатый каретники зацветают и вот так вот посмотрите какая красота там ортогонная во вся стена княжики забора и лимонник и там кое-какие вот здесь вот пионы расцвели намного раньше видите как влияет участок на вот здесь маки такие цветочки от маки до сих пор цветут уже минут две недели мои красоту на еще будут цвести и цвести вот здесь им комфортно вот в этом месте в общем-то в тени вот такие вот огромные пионы моя рука ее не видно это мисс америка по моему и кэрол вот там вот видите марта гон и сейчас подойдем поближе очень конечно здорово смотрится марта гон и вот видите какая стена здесь из княжика и лимонника вот такие марта гон и красавцы дед они в этом году тоже конечно им сложновато из-за сухости ну из-за такой странной зимы но вот люблю эти очень люблю эти вот такие вот дальше вот тут у меня такое небольшая альпийская горка хвойнички хвойнички до сих пор цветут левизи некоторые уже цвели но эти вот цветут вот там уже семянки можно собрать вот где-то так тут у нас собачка все лето у нас есения не показала голубой мак ну вот здесь уже голубой мак я потом покажу тут уже отцветают вот пионы его как по-разному цветут растения видите это очень красивый пион нужно цветает здесь малышка пенстимон али по моему так куда куда пойти в общем сад хорош мне кажется начиная с мая и наверно по октябрь очень много вот этой вот травки он синенькая такая как называют ладно вот самые простые но это так меня вот тут опять же хохлатка голубой мак скоро зацветет астранция здесь вот клематис интегрифолия цветет нравится мне два раза он у меня цветет вот такие красоточки прострелы вот этот вот готовник он конечно очень хорош таким желтым листин но он здесь как-то неуместно надо пересадить там елочка это на всей красе герань к гераник у меня несколько видов говорю вот там роза набирает там розочка будет вот так вот все это выглядит я так покажу вот так так вот птица кричат и вот так горочку я уже вам показывала цветет не переставая это заводить заводить строите себе горочки ночи красоту на красоту мы вот всегда спасибо 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 моим цветам конечно это труд и труд такой достаточно нелегкий но как я всегда говорю но того стоит ну вот давайте еще с этой точки наш сад карелии конец июня ну все девчата так много наговорила если кому-то что-то интересного будет цветок спрашивайте я буду отвечать и на этом пока пока до новых встреч с вами была надежда